История, о которой пойдет речь дальше, началась еще месяц назад, когда героям нашего репортажа сообщили о том, что их ребенок был замечен в курении электронных сигарет, да еще и в школе. Обеспокоены за своих детей, родители решили провести эксперимент. Отправили 11-летнее Чада в торговую точку, где ранее ребенок уже приобретал так называемый вейп. А когда зафиксировали факт продажи, вызвали полицию, обратились к уполномочному по защите прав детства в Ненинском округе, а также на наш телеканал. Как развивались события, расскажет Алина Волчейская. На кадрах с камер видеонаблюдения разворачивается самая настоящая борьба – борьба за чек. Несколькими минутами ранее в этой торговой точке 11-летний ребенок приобрел электронную сигарету. Закупка была спланирована заранее, родители хотели убедиться, что их Чада действительно может беспрепятственно получить в руки отраву. Приехали с ребенком, дали ей купюру тысячу рублей, она подошла, и я стояла в этот момент с телефоном в соседнем отделе. К моему великому сожалению, сигарета ей была продана, это сигарета HQD. Я в этот момент, когда ей пробили чек и передавали сигарету, подошла, и, соответственно, этот момент я сняла на камеру, вызвала полицию. К приезду полиции продавцы, что говорится, дали дёру. Сотрудникам правоохранительных органов осталось лишь взять объяснение у второй стороны. С этого момента для родителей начались долгие и муторные тяжбы с владельцами торговой точки. Когда я забирала у него чек, я наступила ему случайно на ногу. И, видимо, в этот момент эта вся история обернулась против меня. То есть теперь, получается, дальше продаётся эта продукция, а мне, соответственно, вышло это боком тем, что он пошёл вечером ещё с мамой и сняли побои. Теперь героине нашего материала грозит административный штраф. Впрочем, девушка написала встречное заявление, ведь в ходе потасовки она также пострадала. Самое интересное – парень, который выхватил чек на приобретённую электронную сигарету, даже не достиг совершеннолетия. Ему всего 16. В разговоре с полицейскими он утверждал, что никому ничего не продавал. И, мол, его оклеветали. Вот купюра, 100 рублей и… Номер. Номер 4787222. Эти кадры сделаны почти месяц спустя. Действующие лица всё те же. Ещё одна закупка в той же точке. К табачной лавке подходит ребёнок, несколько минут общается с продавцом, приобретает электронную сигарету и уходит. Следом появляемся мы. Человек за прилавком заметно нервничает и даже начинает агрессировать. Денежные средства кому были переданы? 18-летнему. Хорошо, но факт ответ. Он продал, я ему передал. Кто продал? Я продал 18-летнему. У вас остались вопросы? Заведомо лужный донос, будет подано от меня заявление. Подождите, пожалуйста. Прямо сейчас. Вы утверждаете, что первый раз было продано? Смотрите. Первый раз было продано? Ну, вы просто забрали чек. Вот это, вот ему, да? Смотрите. Вот мальчик. Он. Я ему передал. Вопросы остались? Нет. Всё, до свидания. Устроишь шелку. У участников инцидента вновь взяли объяснение и отпустили по домам. Со слов героев нашего материала, они никак не ожидали такой лояльной реакции со стороны правоохранительных органов. Тогда и решили обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Ненецком округе. Я хочу, почему поднять эту тему? Потому что для меня это было как откровение. Я, например, не могу себе представить, что можно курить в школе прямо. Оказывается, дети курят в школе в туалетах. Есть, значит, сведения о том, что дети курят прямо в классах, например, на переменах, когда нет учителя. Ребенок рассказал, что на вопрос, где ты их берешь, что достаточно легко это сделать, потому что есть в городе у нас такие лавки, где можно купить без проблем вот эти смеси табачные. Чем же опасны так называемые вейпы? Большинство смесей для электронных сигарет в своем составе содержат пропиленгликоль и глицерин. Как чаще всего пишут производители, безобидные для человека компоненты. Впрочем, специалисты утверждают обратное. Пропиленгликоль при нагревании трансформируется в мощный канцероген, который вызывает рак, астму и пневмонию. В некоторых составах также был обнаружен токсичный компонент акролеин. Его обычно используют для борьбы с сорняками. Бронхиальное дерево все равно вдыхает эти химические элементы. Оно перестает работать правильно, потом могут присоединиться всякие болезни, которых мы и не хотим. У реснички у нас клетки ресничного эпителия, которые выбрасывают инфекцию из организма, они в бесконечном движении. И на фоне вдыхания вот этих химических веществ они перестают двигаться. Они, происходит их порез. Вот и происходит, дети чаще болеют. В мировом сообществе ученых уже давно обеспокоены тем, что дети и подростки повсеместно начали курить электронные сигареты. Например, в США только за осень 2019-го у 450 подростков были диагностированы заболевания легких вследствие употребления вейпов. Пятеро детей скончались. Симптомы обычно одинаковы. Кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея и анорексия. На неокрепший организм так называемые электронки наносят мощнейший удар. Причем в силу возраста дети не всегда могут оценить угрозу. В период курения у подростка все равно значительно уменьшается объем памяти. И снижается способность быстрого получивания, например, стихотворения, правил. Кроме таких симптомов также наблюдается снижение мышечной массы похудения и замедленная реакция движения. Влияние самого никотина серьезно ухудшает зрение также подростка. Кстати, в России в июле 2020 года электронные сигареты и вейпы приравняли к табакосодержащей продукции. Согласно новому федеральному закону, вовлечение детей в курение кальянов и других табакосодержащих устройств будет караться законом. Теперь вернемся к началу нашего репортажа. Как нам сообщили в полиции, оба дела переданы в региональное управление Роспотребнадзора. Это их подследственность. Сейчас сотрудники ведомства выясняют, есть ли состав преступления в действиях владельца торговой точки. Пока ведется работа по установлению всех обстоятельств случившегося, мы ищем тех, кто столкнулся с похожей проблемой. Если вашему ребенку продали электронную сигарету, вы можете сообщить об этом в нашу редакцию, либо посредством социальных сетей, либо по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.